Алексей, очень насущный вопрос касается темы миграции в Россию. Нам раньше говорили, а многие продолжают настаивать и говорить о том, что без мигрантов в России встанет все. Так ли это? Что на самом деле происходит по этому вопросу и почему такой большой наплыв мигрантов во все регионы России? Что можно от этого наплыва ожидать? Да, на самом деле я помню разговоры, которые звучали наверху в различных думах городских, государственных, о том, что если сейчас мы не задумываемся о приглашении мигрантов в России, то русский человек утонет в том дерьме, который он сам производит. И это все очень серьезно выносилось, и законы принимались, и миграции, и много чего делалось. И сейчас мы видим очень неприятный для нас факт. В прошлом году в России, в частности в Москву, только в московский регион, было заведено, по официальным данным, миллион триста человек мигрантов из Средней Азии. И когда идешь по улицам подмосковных городов, либо по самой Москве, видишь то, что неславянские лица присутствуют в большом количестве. Причем они кучкуются, ведут себя очень порой нахально, вызывающе, совершают мелкие преступления, право нарушения, им все это сходит с рук, либо серьезно уже нарушают закон и преступления серьезные вплоть до убийства. Сегодня мне пришло 10 роликов, 10 роликов сегодня с утра мне прислали разные люди о том, что творят мигранты, когда это все заснято на камеру, когда на детской площадке растягиваешь ширинку и своим там пенисом машет перед детьми и там прям занимается самоудовлетворением. В лифте, когда девушка, ну женщина с коляской, грудным ребенком находится в лифте, заходит мигрант, останавливает лифт, растягивает штаны и прям при ней своими причиндалами размахивает и также у себя самоудовлетворяет. Когда какие-то мигранты накидываются на человека, неважно, мужчина, женщина, пожилой ребенок, который сделает замечание, что не надо здесь материться, не надо здесь писать, какать, блевать или что-то еще делать, просто накидываются и сбивают. Когда дети мигрантов кучи нападают на маленьких детей, которые не в их среде. У меня была стычка на ровном месте, когда мигрант просто матерился, кричал, орал зимой на всю улицу и кричал, что он здесь хозяин, он здесь живет, а я типа здесь никто. Я родившийся здесь, а он приехавший. Мы теперь поменялись, оказывается, местами. И ему нравится материться, это ему в кайф. И если я не хочу, там, у меня всякими его невозможно было остановить. Потому что, когда ты пытаешься с ним разговаривать по-человечески, но объясняешь ситуацию, он не слушает тебя. Ему на тебя с большой колокольни плевать. Он тебя считает за существо второго сорта. И поэтому единственное, что удалось сделать, это, ну, я мог, конечно, там, впитак ему дать, но я понимал, что если сейчас его ударят, то в этом случае тогда дело заведут на меня. И сразу же появится из соседнего магазина, выскочит еще пять мигрантов, которые себя проявят как защитники вот этого несчастного, а я окажусь в больнице в лучшем случае, да. И причем там не просто кулаками дело обойдется, они будут хватать под руку все, что угодно, и там проломанные головы, там, порезы на теле, убийства, ну, здесь может быть. Поэтому просто был вызван ряд полиции, они приехали, тогда мигрант немножко успокоился, ну, и как-то так ему сделали предупреждение. Но потом-то я через какое-то время опять его увидел, что он так же себя ведет уже с другим человеком. То есть эти все увещевания до него не дошли. Я стал анализировать, а что происходит-то вообще, как так случилось. И всплыли те разговоры, которые там 10 лет назад я пытался вести с людьми, о том, что нам необходимо заниматься хозяйствованием. Мы должны хозяйством заниматься. А мне говорили, ну, что мы, черные люди, что ли, какие-то, ну, что мы там, рабы какие-то, чтобы вот это все там на улицах убирать, там, подтаскивать. Вот там есть вот эти вот неграмотные, необразованные. Вот они это все будут делать. А мы, как белые люди, будем сидеть там, представляли себя какими-то рабовладельцами на плантациях. Вот реально, вот у них такой был подход, что они какие-то крутые небожители, а эти все приехали для того, чтобы перед ними кланяться и обслуживать. Однако эти люди не учли следующего. Ну, простые люди, я имею в виду сейчас, пока простых людей говорим, что эти-то люди сюда приезжают не в актом методом приехал и уехал, они сюда приезжают жить. И все их потребности, в том числе и все физиологически связанные там с сексом и так далее, они тоже будут здесь проявляться. Тоже будут проявляться, что мы сейчас в очень большом количестве видим. Это естество человека, никуда от этого не денешься. Поэтому есть два пути. Либо сходиться с теми женщинами, мужчинами, которые здесь присутствуют, а многие не хотят с ними сходиться, поэтому будет насилие. Или ввести сюда своих девушек, своих жен и так далее. Что мы сейчас видим? И то, и другое. Количество изнасилований увеличивалось. Количество преступлений, которые связаны с защитой мужчин, своих женщин, тоже увеличилось. Таких мужчин убивают, избивают, калечат. И количество жен-мигрантов, из-за улов, в кавычках из-за улов, переместилось сюда. И теперь идешь по улицам центральных городов России, крупных, и видишь, идет, ну, явно, мусульманских одеждах женщина. На руке у нее чуть ли не грудной ребенок. Рядом за ручку тоже ребеночек, которому там три, к примеру, четыре года. Еще поодаль там два-три ребенка, которые постарше бегают. Вот она одна уже здесь, в России, народила там пятерых-шестерых детей. Вопрос, а что дальше с этими детьми будет? Она же сюда уже приехала. И здесь уже, скорее всего, вид на гражданство получен. Скорее всего, может быть, даже она стала гражданкой России со своим менталитетом. Того самого аула, откуда она приехала. Со своей культурой. Или, как говорят, с культурным кодом. И она не собирается меняться. Значит, она детям передаст то, что вот у них в культуре есть. А это занимание места и выдавливание, как кукушка выдавливает, тех, которые из других кланов и другой крови. Вот такой менталитет у них. Вот такое представление. Нравится это, не нравится. Но так оно и есть. Практика жизни это и показывает. Дальше мы видим целенаправленную продолжение политики заселения этих мигрантов. Несмотря на то, что у нас местами даже безработица. И казалось бы, ну не надо мигрантов вести, надо свои, чтобы трудились. А нет. Создаются условия, чтобы именно мигрант через свои какие-то связи приехал сюда, занял то трудовое место, которое в России должно принадлежать коренному народу. И чтобы друг друга там усиливать. У них есть своя казна, у них есть свои кланы, у них есть свои взаимосвязи, обслуживание свое и так далее. Это тоже надо честно признавать. Так вот, кто-то наверху очень долго, усиленно продвигал политику миграционного вот этого беспредела. Начиная с тех разговоров, которые были там 15-20 лет назад, 10 лет назад, заканчивать тем, что сейчас происходит. Знаете, вот все идет по плану. Вы думаете, просто так там наверху кто-то говорит про миграцию? Нет. Это означает, ему поручили про это говорить. Вы думаете, кто-то так просто принимает законы о миграции? Нет. Ему поручили это сделать. Ему в голову, сидящему в тепле и в уюте, в голову не придет создать эти законы. Если кто-то ему не сказал, что эти законы должны быть приняты, созданы и приняты. Это целенаправленная политика. Вытеснение коренных народов России, замещение их мигрантами. Причем, обратите внимание, к этой политике присоединились дельцы. Если там принимают законы и получают большие суммы денег, то дельцы, используя эти законы, используя эту тенденцию, создают свои цепочки привоза мигрантов, получения денег. А самые низшие дельцы прописывают в своих квартирах, дают прописку, где там по 100, по 200 человек на маленькой площади прописано, вдруг ни с того, ни с сего, где там регистрация отдана. Понимаете, что происходит? Эти вообще не понимают, что их первых же удушат. Это просто их маленький бизнес, маленькое выживание в тех условиях жизни, которые им создали, где они вынуждены зарабатывать. Они говорят, ну, если я не предоставлю, ну, другое же предоставят. Ну, это же все нормально, это же моя жизнь. Я же получаю деньги. То же самое, как с наркотиками. Я, конечно, против наркотиков, говорят эти дельцы, которые наркотики распространяют. Но если я не буду распространять, другое же будет распространять. А народ же это надо, типа того. Ну, покупают же. И поэтому пускай лучше моя семья будет в хорошем достатке. Да, конечно, они убивают других. Но при этом вот так вот такая суровая правда жизни. Вот и получаются все уровни. Международный, у которого задача замещение нас мигрантами. Дальше. Внутренний, который получает деньги для принятия этих законов и создания условий. Купленный средством масс информации, которые через окна Вертона нас успокоили, сказали, «Ребята, все будет хорошо, замечательно». Это те, кто приедет и будут вас на руках носить. Это те, которые вас будут обслуживать. А вы там короли, вы там такие с белыми ручками. Зачем ручки марать? Это продажные политики, которые покрывают это все. Это продажные правоохранительные органы, которые тоже это все покрывают. Понимаете? Это конкретно внутри уже продажные какие-то, не понимающие ничего, существа, которые здесь свой бизнес делают. Это все целенаправленная политика. Теперь вопрос. Что нам с этим делать? Надо понимать, что приезжий приезжает для того, чтобы здесь заработать, здесь обосноваться в хороших условиях жизни и потом вытеснить нас. А давайте теперь по-другому посмотрим. Обратное действие. Если нас пытаются вытеснить, значит, нам необходимо устоять и эту территорию за собой закрепить. Это означает, что мы должны быть сильными. А как мы можем стать сильными, если у нас рождаемость падает? Значит, необходимо создать свою экономическую основу для того, чтобы у нас был достаток, чтобы у нас в достатке, в стабильности рождались дети, чтобы наша культура была не как коммерческий какой-то элемент, а для того, чтобы наша культура содержалась из того фонда, который наше совместное дело будет производить, будет содержать. Чтобы здравоохранение было не как бизнес, а наше. Вот для этого как раз я провожу семинары, которые будут на Урале и будут на Байкале в ближайшее время, где мы это все будем рассматривать, где мы будем убирать вот эти самые занозы, в которые нас засунули. И не просто уберем их, а еще будем рассматривать, как нам собраться вместе. Для чего нам собраться вместе? Какая главная цель? Как нам создать свои, например, торговые сети, чтобы отказаться от паразитических сетей? Чтобы в эти торговые сети можно было свою продукцию вставлять? Чтобы мы сами себя обслуживали, а не ждали, когда придет какой-то мигрант и нас осчастливит тем, что он там лопатой маханет, либо что-то еще сделает полезное для нас. Мы сами должны стать хозяевами своей земли. Не против кого-то, как сейчас некоторые кричат, давайте там побьем кого-то. Ну, побили одних, других привезли. Мало того, еще уголовные дела завели. А чтобы мы перестали кормить тех, кто сюда приезжает. Кормить чем? Своим вниманием, своими деньгами, своей землей и прочим, прочим, прочим. Вот сейчас пришло время нам собраться для реальных дел, которые позволят нам выйти из этого ужасного состояния, где мы стали людьми второго сорта. Но не через революции и потрясения, а через хозяйственную деятельность, которая принесет нам достаток самообеспечения, которая создаст нам единый фонд. Ну, пускай это будет на первом этапе денежный, экономический, из которого мы будем поддерживать все необходимые направления нашей жизнедеятельности, начиная от рождения до образования, досуга, здравоохранения, обороны. На первом этапе вот это необходимо нам сделать. И вот как это сделать, мы как раз будем внимательно изучать, обсуждать на этих самых мозговых штурмах, которые для начала будут в Екатеринбурге, а потом и в Иркутске, ну, а потом, может быть, и в других городах нашей великой, большой страны. Мы державники, а не разрушители. Поэтому, если произойдет революция, не дай бог очередная, нас больше не будет, это надо понимать. Поэтому наша задача бескровно перейти к состоянию хозяева, выйти из состояния раба и перейти к состоянию хозяев. А это возможно, когда у нас будет экономическая основа. Экономика, обратите внимание, является ключевым стержнем любых изменений, как международных, так и внутренних, которые в стране существуют. Экономика, все остальное под нее подстраивается. И власть под экономику подстраивается. И власть достраивает экономические взаимоотношения, которые нужны. Все остальное, политика, религия, это все подчинено вот этому самому экономическому. Поэтому только через народное хозяйствование, правильное народное хозяйствование, мы должны сделать. Тем более, что у нас сейчас есть возможности это сделать. Конкретно сейчас, вот данный момент есть. Но с каждой секундой, оттягивая, откладывая, мы теряем часть этих возможностей. Пришло время, наконец-то, нам собраться не против кого, как я уже говорил, а для того, чтобы, для чего, да, вот этот мы как раз и на семинаре и определяем. Для чего, как, каким способом. Так что контакты организаторов находятся на вашем экране. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, пишите в WhatsApp, пишите свои комментарии под этим видео. И давайте, наконец-то, перестанем уповать на то, что добрый царь построит плохих барьер, и что мы заживем теперь как надо. До тех пор, пока мы не выстроим свой контрэкономики, народный, ничего не будет. Даже самая светлая, самая добрая инициатива сверху утопает в каком-то безделии, разгильдяйстве и воровстве, если мы этого воровства и разгильдяйства допускаем. Я считаю, что мы уже наелись всего этого, и нам надо быть человеками. Как это сделать? Вот на семинарах как раз, в мозговых штурмах, мы решим вместе с вами быть добру. Субтитры сделал DimaTorzok